Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Endzone и World Depart, и в прошлой серии мы начали новое выживание с новым поселением на чуть пониже максимальной сложности, на такой повышенной, вот так вот. И начало у нас довольно бодрое получилось, мы много всего сделали, практически всё сделали, то, на что мы потратили в прошлый раз три серии целых на максимальной сложности, когда играли. Просто потому, что на более низких сложностях уменьшено потребление еды и воды, и соответственно у нас большие запасы, больше свободных рук из-за этого, и нам ещё на самом деле с культурой повезло, помидоры довольно неплохо плодоносят, быстро, и урожай вполне неплохой, и один человек у нас сейчас на поле там работает, и как раз у него получается прям отлично. Ну и яблоки тоже неплохие оказались. По одному фермеру на поле, и нам хватает с головой, никакого микроменеджмента на этот раз, да, ничего, всё предельно комфортно вышло. Дома уже тоже для всех жителей есть, детей уже тоже целая куча, скоро все повзрослеют. В общем, живём довольно недурно нынче. И даже уже начали производить по заданию, которое мы в прошлой серии получили, угольные маски. Угольные маски, да. И, наверное, надо будет уже на производство инструментов тоже одного товарища отправить. Давайте посмотрим, кого... Как у нас тут рыбы? 34, пока тут рыбы немного. Подождём. Давайте одного лесника. У нас, ну, дерево как бы собирается. Более-менее. Одного человека отправим, будем металлические инструменты, самые хорошие, создавать, конечно же. Что ещё полезного мы можем сделать? Сортировщика три штуки, да, по одному обязательно должны работать. Все три типа материала, которые мы из лома получаем, должны всё время производиться. Ну и как бы да, пока больше мы никого никуда отправить на работу ни на какую не можем. Здесь воды немного есть для детишек и фермеров. Все остальные у нас здесь питаются, работают в промзоне, где и рыбу ловят. Вот. Поэтому давайте ускоряться понемногу. И в целом, да. Рабочие жалуются на недостаток инструментов. Нужно построить мастерскую. Конечно, мы это сделаем. Ещё одно супер задание. Произвести два инструмента из металла, и нам дадут целых шесть в награду. Но мне кажется, лучше бы за эти задания еду давали, например, да, или там воду, какие-то другие материалы, а не так, что... У нас закончились инструменты, принеси мне, пожалуйста. Ты приносишь, а тебе отдают, говорят, вот, спасибо за твои два инструмента, а на тебе шесть. Где логика? Да. Но я не против. Можно эти задания, на самом деле, в настройках было отключить, чтобы они вот это не... Не создавали каких-то вопросов. Но мы не будем. Оп, так. Я только как раз вовремя посмотрел, и у нас... Снова небольшие радиоактивные осадки намечаются. Скромные такие. Надо, наверное... Давайте посмотрим сейчас... Сейчас на паузу нажму, пока смотрю. В логистике пост-дезактивации. Да? Двенадцать угля и шесть пластика надо. Но мы работаем над этим. Уголь вроде копится. Не знаю, как он будет быстро тратиться на производство защитных масок этих угольных. Ну, да. Так. Давайте посмотрим. Ну, наверное, просто собираем ресурсы сейчас на этого, на дезинсектора. Хотя вот хижина травника нам не помешала бы. Когда детишки подрастут... Ну, ладно. Когда детишки подрастут, тогда там и строители у нас появятся. Пусть работа идёт пока... Так, как идёт. Три человека без инструментов. Но мы уже начали их производство. Всё хорошо. Металлические инструменты... Дольше... Эффективны, чем... Инструменты излома, да? Медленнее ломаются, изнашиваются. Вот. Нам хватило первых инструментов на 15 лет. Так что... Скоро мы обеспечим себя, да. И наша новая мастерская уже работает. Техники принесли нам в награду ещё, короче, кучу инструментов. Я не против. Разбирают их сразу. Ещё... Да, ну... Спрос на инструменты у нас будет определённо сейчас. Так. Радиоактивных осадков пока не намечается, вроде как. Ну вот, начались вроде, да? Но... Но радиация не распространяется. Новая швейная мастерская прекрасно работает. Шеф, мы уже начали производство. И добились первых результатов. Отлично. И ещё у нас... Да, повзрослели детишки. Давайте мы пару домов построим. Я не против. Сейчас мы запросто можем... С таким количеством ресурсов мы запросто можем... Увеличивать количество жилых домов. Не заморачиваясь вообще. А нет, всё правильно, всё правильно. Вот так вот. Я думаю, даже парочку мы построим смело здесь. На будущее, чтобы нам было. И одного строителя, да. Отправим. Одного строителя нам пока что хватит. И... Давайте подумаем. Древесины хватает. Хорошо. Ткани у нас много собралось. Может быть... Портного добавим второго. Было бы весьма кстати. Инструменты, я думаю, мы успеем... Ну, будем успевать производить. Так как производим сейчас. Наверное... Да. И второго может быть строителя даже. Быстрее эти дома построим. И быстрее начнём строительство дальнейшее. Будем строить этот самый... Пост дезинсектора. Правильно? Пора уже. Или хижину травника тоже как вариант. Где там пост? Я всё время его теряю. Шесть пластика. Уголь не прибавился. Пластик чё-то тоже не ахти, да? Ткань мы так быстро... А, ну да, правильно. Ткань мы производим быстро, конечно. Логично, что мы её так быстро производим. Давайте мы, наверное, даже... Сейчас всё на пластик переключим. Ткани у нас собралось много довольно-таки. Ух, трое. Трое. Детей. Повзрослело. Ну, давайте тогда... Пока что мы... Организуем хижину травником. Ничего, что он в промзоне будет, правда? Напротив лесника мы его так поставим. Или где-то рядом с лесником. Нет, напротив я хочу вот прям так. Немного леса для этого вырубим. И в этой зоне как раз будет травник собирать нам лекарственные растения. Чтобы мы могли повышать себе здоровьица. Как там с радиацией? Да никак вообще, да? Всё... Всё в порядке. Лёгкий радиоактивный дождь не загрязняет почву так, чтобы это было заметно. Боже мой, две с половиной тысячи еды. Хоть бери и убирай рыбака, например. 60 рыб. Ну, рыбака я не хочу. Может, фермера убрать, действительно? Тоже как-то не хочется. Я даже не знаю. Пока рано. Наверное, улучшать будет эту. Так. Давайте ещё пару домов. Базовые потребности поселенцев удовлетворены. Они считают, что настало время уделить внимание культуре и уровню жизни. В конце концов, мы хотим жить, а не просто выживать. Давайте сейчас посмотрим, что он от нас такого захотел. Бухла, что ли? Украшения? А, здание, да. Так, защитные костюмы. Защитные костюмы ты хочешь? Где там наш портной? Пять лет нам даёт на это. Ну, давайте, наверное, попробуем. Мы в теории можем. Инструменты из металла мы производим и так. Нам для защитных костюмов не хватает только пластика. Сейчас двое у нас пластик перерабатывают, так что в целом нормально. Украшения построить несложно совсем. Давайте посмотрим, что у нас из простенька. 25 дерева, ух ты. 25 лома. Фонарик. Давайте мы вот здесь фонарик поставим. Ну, пять лет на самом деле немного. Не знаю, успеем мы или нет. Я надеюсь, что успеем. Тем временем у нас, да, куча безработных, а эти безработные, они бездельниками являются, потому что у меня никаких зон не отмечено для их работы. Предлагаю добавить лесника. По дереву мы понемногу проседаем и... Угля хватает. Давайте пока здесь пару рыбаков мы бахнем, чтобы здесь еды было больше в запасе, потом их уберем. Я хотел бы пока строителей занять, после того, как они эти два дома построят. Занять. Чем-то я их хотел занять, я уже забыл, если честно, чем. Нам бы костерок тоже организовать, там форум, все дела. Ух ты, сколько на него надо. А, да, я хотел, наверное, все же построить еще один пункт переработки. У нас потребление вот этих вот материалов такое неравномерное, поэтому давайте еще одного человека отправим, чтобы он у нас ткань производил. Один будет ткань, два пластиком будут заниматься. Нам пластика понадобится 30 штук на растительную систему вот сюда, чтобы засухи нас не беспокоили. Поэтому, да, соберем запас. Может быть, стоило бы даже одного рыбака, где он там, рыбака на сбор воды назначить. Пока что, чтобы у нас было в запасе немного побольше на время засухи. Мы 3000 воды хранить можем в целом. Вообще бы еще улучшить вот эту вот штуковину, да, но тут тоже 12 пластика надо, куча угля. Уголь тратится, что дурной. Два инструмента мы сделали, защитные костюмы пока еще... Четыре. Все по нулям. Надо, может, углежога одного будет еще добавить. Когда детишки подрастут. Ну вот, вроде одеваются потихоньку. Ну, а тут вода уже заполняется. Ну, тут, знаете, логисты хорошо работают. Прямо молодцы. Да. А вот с ломом у нас явно проблемы. Здесь 600 как бы есть, но так далеко... Что придется добавлять скоро этих старьевщиков. Сборщиков лома. Детишки там плодятся потихоньку. Блин, как мы медленно производим, да, эти костюмы. Это вот на... А, да, два мы сделали. Вот, тут порядок. Украшения. Строитель должен мчаться, я надеюсь, да? Где? Вот так. О, да. Идет. И здесь уже тоже... Давайте одного как раз строителя уберем и добавим как раз сортировщика. Вон. И... Да, ткань. Ткань, металл и два пластика пока что будут у нас. Это то, что нам нужно. Сейчас. Что там с лекарственными растениями еще? Давайте глянем. Двести пятьдесят... Есть. Они здесь на складе хранятся, как я понимаю. Травы, да. Склад мы... Улучшить этот не можем. Тридцать четыре процента уже забилось. В нем... Ну... У, древесины мы собрали уже тоже. Боже мой, как быстро все у нас идет сейчас. Когда пару человек всего лишь нужно на добычу еды и воды. И эти пару человек план перевыполняют. Грандиозно просто. И в отличие от прошлой нашей игры, я сейчас сижу и думаю, блин, куда отправить этих рабочих? А в прошлой игре я думал наоборот, боже мой, где же рабочих этих взять? А тут у нас, да, сложность прям... Сильно заметно, что ниже стало. Да, давайте мы... Ага, сортировщика четыре человека и... Нет, стоп, старьевщики нам надо. Я все время путаю этих двоих. Нам именно старьевщики надо, потому что им далеко ходить. Добавим их двоих пока что. И еще четыре человека вот-вот уже повзрослеют скоро. Как там костюмчики? Скоро будет еще один. По одному же они готовят, правильно? Не по два. А нет, два, два готовят. Две маски и две маски здесь тоже. Хорошо, мы сейчас это все сделаем. И настроение поднимется наше. Общее. У-у-у, детишки взрослеют. Все взрослеют и взрослеют. Так. Куда же вас отправить? Давайте в строители пойдете. Еще домов, может быть, немного построим. Надо насчет палатки подумать. 72 лома надо. Ого. Мы тогда обойдемся пока. двумя строителями, наверное. Нам кладбище тоже, наверное, уже пора построить. А то сейчас люди горевать начнут, когда первые поселенцы здесь умирать будут от старости. Люди в восторге. Новая одежда и инструменты. Это то, чего нам не хватало. Спасибо. Спасибо, что так заботитесь о нас. Отлично. Палатка это, конечно, было бы хорошо. Весьма кстати. Ну, давайте пока, наверное, еще домов рядочек поставим. Так. Четыре штуки бахнем. Пусть, пусть, пусть будет. Пусть строят. Чтоб было чем строителями заняться. Строителям. Что, мы и дальше будем защитные костюмы производить, да? У нас лом закончился, и сейчас вот эти пункты переработки перестанут работать. Так что надо явно добавлять старьевщиков сейчас в первую очередь. Им реально бегать очень далеко. Можно еще поставить задачу, типа сбора лома куда-то сюда. Вдруг у нас там будут какие-то жители бездельничающие. То можно будет им отправиться. Более полезным делом заняться. Так. Ну, а тем временем, давайте смотрим на логистику. Двенадцать. Так, лома хватает. И угля тоже уже скоро хватит. И нам надо вот где-то здесь построить это здание. Оно понижает? Нет, не понижает. Хорошо, ничего. Никому. И в радиусе как раз оба наши склада, где есть еда. Да, если что, сможем обеззараживать еду, когда будет какое-то заражение у нас. Вообще супер. Супер. Давайте посмотрим, что там у нас с больничкой. Больничка, больничка дороговато пока. Ой, и кладбончик тоже такой не слабый получается у нас. Кладбончик я где-то здесь поставлю, пожалуй. Вот так. Вот так, наверное, да? Чик-чик. Нам он пригодится. Ну и дорогу тоже мы здесь организуем. Немного не попал я дорогой, конечно. Вот сюда. Ну, нам, наверное, сюда, может, и не надо. Вот так вот. Дорогу проведем, и уже будет. Нормально пока что. Так. Я что еще думаю? Водоноса можно убрать. Можем строителей добавлять. Нет, строителей добавлять смысла нет. Нам надо реально еще одного старьевщика строить. Куда-то сюда, может, поближе. Или, может быть, куда-то сюда поближе. Но склад у нас-то здесь и здесь. Поэтому не знаю даже. Тут можно поставить. Будет на этот склад носить, если что. Отсюда. Я думаю, да, у нас чувствуется нехватка лома. Пусть, наверное, построят вот эти вот здания два. А потом уже будем дальше заниматься. Падежка уже защитная у всех практически есть. Рыбака надо убирать уже. Слишком много. Двести рыбы здесь есть. Надо будет, надо, на вот эти должности еще людей оставить как раз. Три человека, одного могильщика оставим. Да, и может быть, сразу двоих дезактиваторов организуем. Ой, у нас вода закончилась. Можем всех убрать пока рыбаков и водоносов. Пусть идут, там лом собирают, правильно? Помогают. А то беда. О, да, от старости умирают. Давайте проверим, от старости ли, а то вдруг сейчас какая-то другая беда. Умирает от старости, да. И как раз у нас кладбончик... Вот, скоро, я думаю, достроится, я надеюсь. Сюда еще два угля. Нужно загрузить. И в целом мы готовы. Да, больше... Стоп, вот сюда. Давайте добавим. Немного запасем угля. Дерева у нас хватает как раз. Пусть поработают. Два человека здесь из трех. Так, ну и добавляем дезинсекторов. Сколько нам надо их? Я даже не знаю. Два, три. Ну, в смысле, один, два. Вода и уголь нужен как раз. Ну, пусть занимаются. На случай, да, если вдруг у нас опять на 26-й день, там, или когда... Случится прям серьезный радиоактивный ливень. О, у нас пластика уже много собралось. Давайте, кстати, посмотрим. Я никогда, по-моему, внимания не обращал. Нет, все по-прежнему, да. По одному лому. Лому на все тратится. Восемь угля, и мы сможем улучшить водонапорную башню. Она сможет фильтровать воду как раз. Мостки, колодец или дождесборник. Ну, сейчас что-то подумаем. Мы, наверное, не сможем апгрейднуть пока на кнопочку нажать. А, все равно нужно пока ресурсы загрузить. Ну, пусть, ну, пусть. Что там? Не хватает угля. Ну, я согласен, да. Что, угля не хватает. А здесь лома не хватает. Хотя. А, все, зарезервировался сразу. Я смотрю, там 30 с лишним было, и сразу. Да, зарезервировали. Все это количество. Ну, и быстро засуха прошла. Когда сидишь тут и скучаешь. Рыбака одного добавим? Я даже не знаю. Столько еды. Ой, смотрите, как они ходят. А, это наши жители. Я думаю, я думал, эти дезинсекторы. А наши жители реально одежку одевают, ту, которую мы им делаем. Прикольно. Я как-то не обращал внимания. Смотрите, целая бригада этих стоит. Так, кладбон готов. Добавляем могильщика. Нам он нужен, конечно же. И в радиусе вот в таком. Как раз вся территория нашего поселения. Вот тут. Погибший один. Заберем его. Так. Воду мы добываем во время улучшения. Даже тут все хорошо пока. Вода, кстати, начала стремительно уменьшаться. Кто-то еще умер, по-моему, только что. Стремительно водичка начала уменьшаться. У нас строители сейчас вроде не заняты. Давайте, да. Водонос, наверное, умер, что ли. А, стоп. Строитель нам надо, чтобы как раз эту цистерну улучшить. Черт. Пока строевщика уберем. Еще немного угля, и мы, в принципе, готовы улучшать. Пусть будет пока что так. Можно было бы, наверное, еще одного. Ну, 12 защитной одежды надо. Тоже нехорошо. Блин, лесника не убрать сейчас не вариант тоже. Нам уголь надо. Как у дезинсекторов дела? Давайте глянем. Куда смотреть, надо подумать. Где они хранят эти наборы? Они только один сделали. Короче, нам здесь двое вообще не надо. Я смотрю, я понял. Давайте на воду отправим. А то по воде мы просели заметно. Ух, зато у нас башня уже готова. Какая четенькая. В ней уже 5000 воды хранится. Два несчастных жителя. Давайте посмотрим, в чем твое несчастье. Потому что умер. Все. Все уже счастливы. Хорошо. Все под контролем. Два свободных работника. Давайте подумаем. Давайте добавим как раз на сбор воды. А в этой штуке уже 10 человек может работать. Ёлки-палки. Я хочу рыбака сюда. Мне кажется, они сейчас начали медленнее работать. Потому что ходят есть сюда. Вернем рыбака, чтобы они тут рыбкой опитались чудесно себе. И 5 человек здесь, я думаю, будут хорошо работать. Башня классно выглядит. А у нас было 4 разных типа пищи. Стоп. А четвертая у нас что? Пища всего... Не, это не та информация, которую я хотел посмотреть. Один, второй и третий у нас источник еды. А что в четвертом? Бобы, может, там остались еще, типа? Эти запасные ресурсы можно очистить с помощью... Ну, пусть очищают, я не против. Яблок, смотрите, какое количество. Да, бобы еще остались. Мы не поели бобы стартовые. 100 штук осталось. Фантастика. А, вот у нас, да, медикаменты тут отображаются. Их у нас запас огромный. Это хорошо. Уголь есть. Ткани сейчас маловато. Я бы, наверное, с пластика на ткань перешел бы. Добавил бы, наверное... Нет, тут два работают. Тут все хорошо. Ой-ой-ой. Как-то воды больше не становится. Это дети. Дети в костюмах в этих смотрятся солидно, конечно. Так. Пора старьевщиков отправлять. На водоносов, пожалуй. Добавим парочку, а то тяжело становится. А, ну, да. Тяжело. Чего же они не работают, действительно? Тут, оказывается, засуха, которую я вообще даже не заметил. Не представляете, насколько все печально на этой сложности. Засуха началась, да и хрен с ней. Давайте пару колодцев построим. Вот как раз, например, здесь и здесь. Так. Вроде так. Давайте строителей отправим. Как там? Есть? Да, лом собирать еще есть. Пять человек быстренько. Я надеюсь, сейчас все это дело построят. Нам засуха, ну, подходит к концу в целом. Подходит. А потом у нас два года в подряд засухи. Надо будет к тому времени набрать. Но это уже не проблема набрать будет сейчас. В целом, да. А, вода еще расходоваться начала на вот эти наборы. Согласен. Согласен. Так. Давайте сразу двоих рабочих сюда отправим. Чтобы они быстренько шли педали крутить в колодцах. Так. Порядок. Небольшое подспорье нам будет. И, наверное, надо бы еще, может, пару колодцев организовать. Потому что нам... Стоп. Фермер умер, что ли? Да. Ну, не то чтобы это проблема, но неприятность. Да, неприятность. Ждем сейчас воду и отправляем всех на сбор воды, кого сможем. Вот пять строителей. Как мы сделаем... Чтобы эти строители не сильно скучали. Давайте я, наверное, еще один колодец все-таки поставлю. Где-то здесь. Он тоже на сто процентов будет работать. Три колодца как бы такое, да. Не густо, но все равно будет... Небольшим таким этим бонусом нам. Так, все, дождь пошел уже. Вода появляется. Побежали строители. Одного оставлю. Все остальные на сбор воды. Рыбака тоже можно было убрать. Я как-то за засуху прохлопал. Как у нас... Попробуем убрать одного лесника. Попробуем. На колодец тоже можно еще одного добавить человека. Логисты умерли, кажется. Так, я думаю, что нам стоит все-таки сейчас пока что с портным немного притормозить и начать производить угольные маски для начала всем. А то мы не успеваем. У нас столько костюмов не получается. Создавать сколько нам нужно. И запасы угля у нас как раз увеличатся. Уже будет хорошо. Ну все, с водой разобрались. Но нужно запасти желательно вообще всю вот эту штуковину. Пока у нас засуха не началась. Ууу, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Вот. И то, чего мы... Наверное, пока рано еще дезактивировать. Так. Как мы сделаем? Надо, наверное, побольше воды сейчас набрать, пока вода еще здесь чистая. Уберем людей с колодцев, отправим всех десятерых, наверное, сюда сейчас. Рыбака оставляем, пока пусть занимается рыбной ловлей обязательно. Что, что, что еще мы можем? Кого убрать? Челогиста бы добавить, потому что здесь воды у нас не хватает. Заметно. Как детишки там? Есть детишки. Десятым водоносом. Одного фермера нам не хватает. Ну, подождем ли мы с фермером? У нас 45 человек все-таки. Ну, я думаю, немного можем подождать. Радиоактивные осадки. Вот они стремительно как пошли и ушли куда-то все. Как это работает, вообще непонятно. Только пугает меня вот эта вот... Фигня лишний раз. Но надо, да, в любом случае набрать воды много. Так минимум, чтобы те потом засухи еще пережить. Все, радиация у нас обошла стороной. Это радует. Строитель, кстати, да, закончил уже работу. Мы сейчас ничего не строим, поэтому давайте фермера добавим. А то как-то просели мы немного. Вообще, нам, наверное, надо бы рыбака добавить, а не фермера. Давайте добавим, наверное, вот сюда одного рыбака. Потому что там у нас еды запас огромный. А здесь все сразу съедают. А здесь больше людей работает, чем там. Поэтому, да. И может быть с домами немного мы притормозим. И может даже построим палатку. Давайте повдумаем этот момент. Жилье, палатку, да, можно построить палатку. Возле кладбища сразу. Давайте вот здесь поставим ее. Добавим одного строителя таким. И надо, наверное, все-таки дать задачу... Жителям... Что-то полезное делать. Например, сюда давайте, вот так. Достижение получено. Лучик надежды. Чтобы оно там не значило. Воду еще, наверное, запасаем. Я хочу, может быть, больше четырех тысяч собрать на вот эти два дня. Ну, две... Два года. Так. Хорошо. Древесина заканчивается. Лома тоже немного. Логиста бы добавить. Как у нас детишки там? О, один подрос. Сейчас еще парочка подрастет. Давайте первым делом логиста, чтобы... Здесь воды больше было. Это нужно. Кравник, наверное, пусть работает один. Не хочется его... Убирать. Получено достижение. Ну, хоть что-то. Так. Тут и сбор еды замедлился, наверное, потому что фермеры попить сюда ходили все время. Потому что тут вода закончилась. Сейчас будет получше. Половина в резерве почти. Так. Ну, можно убирать, я думаю, потихонечку, потихонечку. Отсюда уже людей. Давайте пятерых попробуем оставить. И посмотрим, что у нас получится. Один пойдет лесником работать. Одного сортировщика добавим. У нас, видимо, там где-то умер сортировщик или что. Нам нужны все типы ресурсов сейчас. Пусть работают. Добавим... Наверное, давайте двух лесников добавим, что ли. Проблемы с древесиной сейчас чувствуются. Логисты вроде справляются. Тут не так много пьют, как раньше. Строителя одного еще, может быть. Ну, не знаю даже. Вот рыбака я бы добавил. Да, с удовольствием. Давайте одного хотя бы. Чтобы здесь пищи больше было. Около пяти тысяч еды, пока у нас в запасе есть. С... Углем. Ну, уголь пока в плюс идет. Давайте, может быть, добавим еще одного этого. Где он тут? Вот этого. А, не можем мы его добавить одного. Ну... Да, потому что я здесь убрал ограничения, поставил. Чтобы у нас было больше... Дезактиваторов. Так. Ну, вроде пока все чудесно. А, ну да. Можно уже этих убирать. Да. Раз, два, три. Пусть в колодцах педали крутят. Может быть, еще колодцев построить? Я даже не знаю. Колодцы это как бы хорошо. И когда люди есть запасные, то в целом можно и... Колодцев добавить. Они во время засухи работают. Они все время только чистую воду производят, да, добывают. Ее не надо там не очищать, ничего. В целом как бы норм. Да, кстати, давайте мы... Где у нас в... У-у-у-у! Первая наша песчаная буря пошла. Так. И у нас еще один день засухи, а еды не так много. Я что хотел? я все время забываю где находится в воде ороситель 30 пластика мы уже собрали давным давно и можем уже наверное поставить это чудо чудо махину это в общем как бы я хотел ее поставить давайте вот так посмотрим как они будут наверное тоже будем указывать откуда собирать будем с этого пункта собирать поэтому нам понадобится еще логист дополнительно давайте пару строителей бахнем пока пусть они все отремонтируют эту штуку мы еще никак не построим многие поселенцы вынуждены ходить по окрестностям без защиты конечно угольная мог как раз смотрите магазин портного есть нам 11 угольных масок дадут вот это хорошо я прям доволен инструментов тоже не хватает ну народу больше стало конечно узнать один технарь у нас не успевает технарь говорю один не успевают у нас производить столько инструментов ой и вода даже в плюс пошла с трех колодцев смотрите на какое-то время наверно потому что воду отсюда никто не собирает взять сюда нужно приходить ее конкретно пить до ой здесь полная уже но в этом тоже да проблема в том что тут воды хранится довольно мало а несколько наверно просто еще один пункт по сбору воды поставить здесь отлично и будет норм в целом просто один который отсюда будет воду забирать один отсюда там ресурсов нам хватает давайте попробуем логистика пункт раздачи воды еще один вот так вот мы его бахнем пока рядышком этот чисто с колодцев будет забирать тысячу воды чтобы колодцы эти работали более регулярно наверное просто вот это вот отключим и пусть он с колодцев воду себе берет а он это ороситель где он у нас поливальщик вот как него должность называется пусть поливает потихонечку я совсем совсем не против еще детишки подросли и еще сейчас пальчика как подрастет о елки-палки так здание у нас вроде бы все более-менее отремонтировали уже давайте будем добавлять логистов по два может быть нам хватит а вот блин то что вот этот не собирает воду с пункта раздачи это плохо мне совсем не нравится такой расклад с другой стороны мы можем ему отдельно персональный колодец здесь поставить что у нас рыбаков слишком много дана на время засухи ну засуха заканчивается уже поэтому могли бы убрать конечно на антур давайте на у поеде мы просили как сильно обалдеть все есть вода давайте рыбаков отправляем всех четверых пахать и я даже вот сюда добавлю второго рабочего быстрее чтоб перчик мы собирали просели заметно двоих-троих на сбор воды сюда четверых займемся делом этого даже не будут ничего ему менять пусть подождет пока все вырастет это не долго там так и этому товарищу мы даем указание собирать воду исключительно отсюда все получается три колодезника работают мы можем потом еще один колодец вот здесь построить хочу потом давайте сразу сейчас запросто можно пахнуть колодец чуть больше чем я хотел бы его видеть и норн просто тогда еще один здесь поставлю базовые потребности удовлетворены до культура и уровень жизни хотят 9 инструментов в этот раз за 5 лет и 9 защитных костюмов ну и еще одно украшение хотят хорошо переводим тогда на производство защитных костюмов и я бы тогда может быть техника еще добавил до поселенцы им без инструментов многие нехорошо это нехорошо одного сразу на этот колодец назначен на будущее яблоки тоже собирать пора бы уже и у нас вот эта вот часть уже никогда не заразится после токсичного дождя она всегда будет чистая ороситель смывает всю заразу и может быть правда вот вот уголки эти но не знаю даже не знаю они могут зараженными стать со временем так тут мы собираем как с рыбалкой дела обстоят да вроде неплохо как бы 60 рыбы есть вроде ловят все ловят вода тоже в плюс пошла отлично этот вечно зеленый уголок у нас будет все время классно так давайте сейчас я может быть даже не на паузу буду нажимать просто чуть меньше скорой сделать во первых в палатку давайте заглянем сейчас 18 человек в палатке живет я не очень хочу держать тут только пожилых и бесплодных пусть будут вот всем здесь у нас много древесины собралась мы можем лесников поубавить чуток ну половину пока уберем дам вот в этом радиусе нам хватит одного логиста оттуда пусть приходят что 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 я хотел еще нас пять человек бездельничающих совсем пора наверно другие источники еды себя придумывать одними полями давайте может стать и еще одно поле организуем и запросто вот в этом радиусе как-то шпонька хватит нам попал можно было еще на один тайл он и здесь пусть пшеница будет для разнообразия добавим сюда одного рабочего на перцы пусть двое работают потому что этот перец уже можно собирать вот и еще еще немного еды в виде наверное первым делом хижины собирателя до видим вот так вот этих троих я здесь размещу и потом троих можно будет вот куда-то сюда тоже построить отдельный склад здесь построить и может быть металл там собирать убежище так ну хорошо давайте сейчас включим скорость побыстрее добавим рабочих сюда в эту область как только достроиться ресурсы быстренько отсюда собираю тут хорошо удобно собиратель давайте сразу бахнем наверно сейчас уже доколотит и потом еще со временем моросители можно и здесь поставить будет тоже чтобы лес у нас все время был сочный и вечно зеленый как дела вот 13 этих уже есть добротненько 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 все порядок немножко радиус я подвинул вот так сделаю и здесь радиус тоже наверно немного подвинул я надеюсь у них разные растения должны быть рабочие жалуются на него недостаток инструментов хорошо отличное опять же заданием кстати мы ни одного защитного костюма так и не сделали а уже прошло больше года сейчас два сделаем так надо добавить сюда рабочего обязательно я что-то как-то прохлопал что у нас тут один человек только обязательно нам очень нужно столько уже людей конечно же совсем другие проблемы сейчас у нас да в отличии от игры на максимальной сложности давайте может быть немного воды не то что нам понадобится в ближайшее время но пусть запасы будут побольше раз такое дело а то я как-то не вижу что прям сильно прибавлялось кого еще кого еще один человек у нас есть пусть наверно один будет давайте я проверю как там приказ да есть еще чего там собирать о а вот тут уже нечего собирать это нехорошо это плохой знак плохой вот это вот тут прям да ну тысяча меня устроит это здание по идее мы не должны разбирать пока мы его не пометим на на утилизацию теории но я отправлю все равно их туда хотя сюда ближе слушайте смотрите насколько ближе выходит да но там так много здесь реально ближе да ну хорошо все на этом мы пока что серию закончим довольно неплохо пока развиваемся без каких-то серьезных неприятностей защитные костюмы быстро у нас все израсходовались износились ну и мы уже тридцатому году подходим где-то может быть около тридцатого года и нападения рейдеров первое будет им придется еще всю еду отдать нашу к примеру или что там они у нас заберут ну в общем посмотрим в любом случае пока что всем спасибо за просмотр и пока увидимся в следующей серии